Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с вопросом применения контрольно-кассовой техники при осуществлении зачетов. Именно данному вопросу посвящены письма Минфина, реквизиты которых вы и видите. И в первой группе писем рассматривалась ситуация, когда между организациями, либо индивидуальными предпринимателями, осуществлялся за счет однородных встречных требований. И возник вопрос, необходимо ли применять ККТ. Рассматривая данную ситуацию, Минфин в своих письмах указывает на то, что расчеты между организациями и индивидуальными предпринимателями не требуют применения ККТ. В этом случае зачет встречных требований, также между организациями, не требуют применения контрольно-кассовой техники. Что касается второго письма, то в данном письме рассматривался вопрос о зачете, либо возврате предварительной оплаты и аванса. И в данном случае эта ситуация была в рамках приобретения работ товаров и услуг у организации обычным гражданином. И, соответственно, здесь также возник вопрос, а необходимо ли при зачете использовать ККТ. И в данном случае Минфин уже отвечает положительно, поскольку указывает на то, что контрольно-кассовая техника, она применяется при расчетах, которым в том числе приравниваются и различные зачеты. Но при этом, повторюсь, здесь важно, что соответствующие операции, в том числе операция зачета, она проводится в рамках приобретения товаров, работ и услуг гражданином у организации, либо индивидуального предпринимателя. Таким образом, как организациям, так и индивидуальным предпринимателям необходимо принять во внимание данное разъяснение в целях правильного определения того, необходимо ли применять ККТ, либо нет. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.